Россия, в принципе, она абсолютно точно воюет ситуативно и хаотически. То есть они потеряли управляемость этой войной. Понятно, что они заходили со стратегией Бритскрига. Понятно, что этот Бритскриг провалился. Понятно, что они сегодня не управляют процессом. Поэтому истерически ищут какие-то возможности задержаться и получить... Вот здесь очень важно понять переговорную позицию. То есть они демонстрируют, смотрите, максимальный перевод своей страны на военные рельсы. То есть практически сегодня можно сказать, что Россия ушла с глобальных рынков. Она уже не обращает внимания на собственную репутацию. Они сейчас пытаются истерически каких-то ресурсов еще на внутреннем рынке найти для того, чтобы бросить их в горнила войны. Это первое. Второе. Они абсолютно не скрываясь, сегодня ведут абсолютно четкий геноцидный тип войны, обстреливая нашу энергоструктуру. И, соответственно, таким образом пытаются нанести максимальный ущерб именно гражданской составляющей в этой войне. Грубо говоря, заставить наших людей покидать свои дома, максимально неуютно себя чувствовать в зимнее время и так далее и тому подобное. То есть они в военном плане уже не воюют, а воюют именно с гражданским населением. Вторая составляющая. Третья составляющая – это вот эти пропагандистские нарративы, которые они постоянно используют. Вы только что об одном из них говорили. Это типа применение или не применение тактического нуклеарного оружия, грязной бомбы, запорожская атомная электростанция, которая периодически фигурирует. Сегодня с утра были заявления опять о том, что удары наносятся в ССУ по Каховскому водохранилищу. На самом деле понятно, что никто не наносит удары по Каховскому водохранилищу, кроме российской армии, которая сама по себе бьет и сама минирует шлюзы в Каховском водохранилище и так далее. Все это говорит о том, что они пытаются нащупать ту возможность притормозить наступление украинских вооруженных сил, которые продолжаются независимо от климатических факторов, и таким образом создать давление, с одной стороны, на общественные мнения в других странах. А вы видите, постоянно появляются все вот эти странные слова о дипломатическом урегулировании, о необходимости все равно сесть за стол переговоров. Сегодня, допустим, опять же, экс-премьер Италии Конте, который возглавляет Лигу, вернее, Союз Пятизвезд, тоже сделал заявление о том, что все, давайте прекращать военную помощь Украине, давайте, условно говоря, заставлять Украину садиться за стол переговоров, вот дожать эту составляющую и вымотать общественное мнение в самой Украине, вот опять же, чтобы было больше заявлений о том, что у нас будут тотальные блэкауты, у нас будет тотальная ликвидация отопления, энергостабжения и так далее. Вот тактика Российской Федерации, поэтому, в принципе, нам все это понятно.